Все классно, работали под соперника, соперник сложный, левша. Главное было выполнять свою работу, продышаться. Знал, что на земле опасен, пытался закинуть приемы. Делал свою работу и, слава богу, победил. Скажи, пожалуйста, закончить удушающим приемом. Так было задумано? Ну, вообще хотелось бы, да. Я знал, что заберу спину, 80% я исполню удушающий прием. Хотя, так же я и понимал, что соперник на земле неплох. Так как до этого я его видел. Мы с ним вместе на чемпионат мира в 2017 году по панкреативу налетали. Поэтому, ну, сделал прием, получилось, слава богу. Кратишка мой старший. С самого детства он меня ведет. Он как отец мне. Поэтому наставление давал. Все грамотно, работать правой, сильной рукой. Стараться уронить соперника два раза получилось. Но, жаль, не до конца. И психологически очень, очень сильно поддерживает меня с самого детства. Только Андрей Кошкин был. Был такой еще именитый боец, как Тимофей Настюхин. Мы одна команда. Он сейчас будет на 1FC биться 3 декабря. Конечно, конечно, и с ними работаешь, спаррингуешь, с такими ребятами. И когда выходишь в клетку, ну, с соперником примерно своего уровня, понимаешь, что они тебя не могут ударить сильнее, чем бьют эти ребята в зале. Вообще, для моих близких не секрет, что я безумно хочу и желаю попасть в одну команду. Очень такую хорошую. Прямо это как цель, мечта моя, в которой состоит. Не буду говорить, но в ней состоит и Тимофей, и Андрей, и мой брат. То есть, конечно, хочется их ряды пополнить. Поэтому сейчас схожу в храм, помолюсь. Немножечко отдохну, 2-3 дня буквально снова в зал пахать. И после Нового года, я думаю, хотелось, конечно, выступить, в том числе и на РССИ. Потому что безумная атмосфера, очень классная здесь. Поэтому хочется больше и больше боев. Спасибо.